Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Город молодых и инициативных. В парке Засаймы прошел второй субботник по благоустройству. Его инициировали представители молодежной палаты при Думе Сургута, а поддержали активные и неравнодушные сургутяне из городообразующих предприятий и члены городской ячейки российского движения «Детей и молодежи». Недели ранее прибирались на мосту влюбленных в парке «Кедровый лог». Для этой инспекции выбрали не менее популярный парк Засаймой. У одного из мостов собрали листву, мусор, зашкурили забор, где он уже покрылся ржавчиной, обезжирили покрытие и покрасили. Наш главный организатор всего этого – это лесопарковое хозяйство. Мы вышли с инициативой к ним, то есть помочь, привести порядок, какие-то места города самые общественные. Они нам предоставили весь инвентарь, краску, грабли, все, что нужно, перчатки. И, собственно, помогают здесь нам, рассказывают, как это нужно сделать, технологии где-то подсказывают, где-то делятся инсайтами, как лучше, ну, в общем-то, помогают, курируют. В лесопарковом хозяйстве отметили, что город на 80% приведен в порядок. Специалисты реагируют на жалобы сургутян в соцсетях, а также отрабатывают зоны, которые находятся на обслуживании. Добровольцев, которые желают помочь, с радостью ждут в учреждении. Помогут и с выбором локаций для уборки и с экипировкой. Отмечают, что рабочих рук в вопросах благоустройства и поддержания порядка мало не бывает. Отремонтировать до наступления холодов в сургуте продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В рамках утвержденного плана проводятся ремонт и наладка основного оборудования. Готовность составляет 35%. По реновации центральных тепловых контрольно-распределительных пунктов 65%. Водозаборные и канализационно-насосные станции готовы на четверть от общего количества объектов. Также проводятся гидравлические испытания, промывка трубопроводов, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения. На сегодняшний день по таким объектам в полном объеме заключены договоры подряда. Все объекты открыты. В текущей ремонтной кампании предусмотрена замена 5,3 километров в однотрубном исчислении, важно подчеркнуть, сетей тепловодоснабжения. Около 2 километров замены сетей водоснабжения и чуть менее полкилометра замены сетей водоотведения. Сроки выполнения в соответствии с планом тоже разные. То есть если мы говорим про сети тепловодоснабжения окончания к концу августа, 31-й, 08-й, сети водоснабжения до конца октября и сети водоотведения до конца ноября. Всего на эти цели выделено 380 миллионов рублей, 280 из которых средства предприятий. Работа производится в рамках инвестиционных производственных программ. Остальное финансирование трех уровней бюджетов – городского, окружного, федерального. Параллельно ведется подготовка к зиме многоквартирников и социальных объектов. По этим пунктам готовность составляет около 40%. Включили в нацпроект экологическое благополучие. 1 километр 300 метров русло реки Саймы в Сургуте будет очищено. Это станет возможным благодаря одобренной заявке от нашего муниципалитета в правительство страны на государственное финансирование. Нижнеубское водное управление Федерального агентства водных ресурсов внесло работы по удалению загрязнений в природном источнике на 2027-2028 годы. Информацию подтвердили в мэрии. Депутат окружной думы Ренат Айсен рассказал журналистам ОМЕДИА, что сейчас власти Сургута и спикеры окружной думы намерены комплексно ускорить выделение транша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова